Что у нас тут? Эрлек у нас есть. Вроде бы тут бывают всякие вот эти рыбешки электрические. Еще что-то опасное. Скорее бы на мирфолке. Начали нас камнями закидывать. Идите сюда. А ну. Обходим, обходим, обходим. Оп. Confusion Touch. Готово. Ну и копию у них, вы видели, как пробивают? Минус, говорит. Ну, письменный английский мне в несколько раз лучше устного. Да, потому что у тебя есть возможность обдумать и написать что-то. И не нужно на ходу это говорить сразу же. Тем более, когда ты говоришь, что-то задействованы рефлексы мышечные, которые позволяют тебе именно произносить фразы, речь. Это немножко другое. Мне было очень больно недавно переписываться теми словами, которые я знаю, говорит, ХК-47, но никогда не использовал в письменном виде. А, которые я знаю, но не использовал. Ну да. Да. Здесь могут быть драконы, что пуляют воздухом. Они очень опасные будут, говорит Шео. Окей. Учту. Так, нас немножко потеряли из виду с противоположной стороны. Здесь ловушки. Не хотелось бы постоянно находиться в поле зрения ловушек. Хотелось бы просто вот так вот всех убивать легко. Знаете, это было бы просто замечательно. Мы тем временем 17 уровень получаем. Прекрасно. Вот еще суть в том, что я два года в англоязычной клиентской поддержке. Устном не пользуюсь совсем, говорит, минус. Ммм, клиентская поддержка. А чем занимаешься вообще? С чем связана эта клиентская поддержка? Так. Активируем наши тачи. В первую очередь номерфолков. Потому что они бьют копиями больно относительно. Гарпии. Ну да, гарпии. Но гарпии умирают. Так как можно промахнуться и упасть в воду? Это про что рейгун? А, помни, что в воде атаковать опасно. Промахнуться так, что упасть в воду? Я что-то про такую механику ничего не слышал никогда. Что это значит? Уточни, пожалуйста. Не забывай, что номерфолки получают бонусы к статам в воде. Да, кстати. Это очень хорошая мысль. Не нужно забывать. Мы, наоборот, получаем минусы к нашей точности. И передвигаться, по-моему, тяжелее становится. То есть мы сложнее попадаем. Мы медленнее двигаемся. Это реально плохая тема. В одной доменной хостинговой компании пинают тикеты. Ммм. Понятно. Хостинг, значит. Тогда будет мало рассуждения о философии. Шанса застрять на сложных словах. Да. Шанс застрять на сложных словах. Это действительно проблемка. Так. Мантикору убили. А представляете, вы знаете, что самое плохое в шоусах? Это то, что ты встречаешь, например, мантикору, который тебя барбами приклеивает к месту. Ты не можешь двигаться. А для Спригана это все смерть. Что жизнь движения. И для Спригана это максимально, собственно, актуально. Потому как это его самая основная черта такая вот. И у него, собственно, больше ничего нету-то. Что у него хорошего? Хитпоинты маленькие. Каких-то особых возможностей нет. Броню носить не может. Вот. Маленький, незаметный, быстрый. И когда тебя приковывают какими-нибудь барбами, подобные мантикоры, а рядом появляются мерфолки и атакуют тебя рейнджовыми какими-нибудь атаками, то это реальная смерть. Да. И самая большая проблема шоулсов по этому в том, что враги могут комбинироваться. И они могут друг друга дополнять, работать, по сути, в команде. Плюс, ко всему прочему, у тебя здесь очень много открытых таких пространств, где они могут действительно с большой вероятностью встретиться одновременно, так что ты от них особо не убежишь. Такие дела. Поэтому я вот не знаю, насколько действительно хорошая идея у меня сейчас в шоулсов сражаться. Меня сильно добило, что кушать уже нельзя, говорит Кризис. Ну да. Как бы самое лучшее, что есть в жизни, возможность покушать и ту отобрали. Отобрали. Но я думаю, это к лучшему. Я запрещаю вам кушать, говорит КК-47. Окей. Вот представьте себе, находишься ты в воде. У тебя и так, собственно, достаточно невыгодная позиция, из-за того, что ты медленно атакуешь, медленно двигаешься. Тебя еще приковывают к месту и начинают со всех сторон окучивать рейнджовыми атаками, или чем еще похуже. И все. ГГ. Был сприган, нету спригана. Так, 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 так. Что у нас тут? Фир. Хорошо, что они спят. И у нас стелс хороший. Примили импейлером, и его тридент оф веном упал в воду. Больше нам ничего плохого не сделает. Вот змейки. Морские змейки. Вообще, первый уровень пока что выглядит относительно не страшно. Ну, потому что относительно это пока что. Так. У нас волнаребилити зарядили. У нас велпавера половинили. Пипец. Че делать, че делать? Слушай, а правда, говорит, дидример, давай мы какую-нибудь тематику выберем, где ты себя комфортно чувствуешь и ограниченный набор слов. Например, ты бы мог на английском меня учить играть в кролл. Тогда будет мало рассуждений философии и шанса застрять на сложных словах. Но, хоть и мало, но будет. Ну, в принципе, да, я не против. Но было бы неплохо для начала потренироваться бы без стрима. На, агрегена у нас вроде бы хватает. Ой, у нас корона появилась. Это что такое? На нас навесили корону, что ли? А, да. Видимо, на нас навесили корону. И то, чтобы по нам попадать, лучше было. А то выглядит так, как будто бы это Contamination, но на самом деле это не Contamination, а корона. Фуф. Аймаш немножечко испугался, потому что не хочется получать новую мутацию. К слову, DICE. Что нам насчет стрима по Двар Фортресу? Ну, вот как выйдет в Стиме, тогда поговорим на эту сцему обязательно. Дидример предлагает на выходных созвониться. Ну, если не забуду, если не появятся новые другие какие-нибудь идеи, то обязательно, да, это было бы хорошо. Пожалуй, пойду всем спасибо за стрим. Да, товарищ Рейгун, счастливый тебе. Приятных снов. Тебе норм будет, уверяет меня. Шео, кроме драконов и копьеметальщиков, я вчера их чистил, потом эльфов. Ну, это тебе повезло просто. Понимаешь, как бывает, раз на раз не приходится. Сегодня ты чистишь здесь, завтра тебя очистят. Мне бы хотелось избежать от этого. Все же вариант, когда я чищу, мне больше нравится. Так, мантикорка, иди сюда. Ну, конечно же, она не пойдет сама, потому что она спит. Сонная зараза. Давайте пойдем вниз. На следующий уровень. Мы видим какое-то кольцо, неизвестное нам. Колечко, колечко, выйдя на крылечко. Что за колечком? О, это кольцо силы. Дропаем его и надеваем обратно наше кольцо силы, которое еще и дексту имеет дополнительно. Знаете, я бы, наверное, все-таки действительно, раз мне кажется этот уровень достаточно опасным, пробовал бы несколько различных лестниц. Так, и третий он. Плиз. Окей. Пробуем подобраться с этой стороны. Так, мантикор куда-то ушла. Давайте здесь сначала немножечко пройдемся, чтобы ни открытых клеток не осталось, и потом мы туда в автопоиском пути бы не пришли бы заново. не возвращались бы. Так. Аларм-трэп. Это действительно реальная беда, если она сработает. Но у нас повесит марку, метку, то есть. И это закончится, скорее всего, тем, что сбежится почти весь уровень. Я бы такого не хотел. Послезавтра чистят уже тобой. Да, да, да. Чего только не бывает. Ну-то куда? Ладно, я пока спрячусь вот так. Все. Не удалось. Бывает. Выездных элементарий убиваем. Эй, алло. Чего, не хотите конфизм тощи испробовать? Вот. Все вроде заработало. Так. Дракончики. Дракончики серьезные. Это же опасно. Я же помереть так могу. Видите, как контролить здесь умеют? Отбрасывают себя от выхода, от лестницы. Не хотят конфьюзиться. Что только не сделают для того, чтобы убить игрока. С этой партией разобрались. Там еще новое на подходе. У нас слингбуллетами, по-моему, стреляют. Судя по цвету, это похоже на слингбуллеты. Ну, я, пожалуй, пойду отсюда. Что-то здесь как-то негостеприимно. Но, знаете, можно сходить на какую-нибудь другую лестницу. И попробовать арбалетом банально. Вы любите стрелять? Я тоже могу так. Ну, видите. Одного, второго, третьего. Готово. Что там за слинга была? Рапира электрокьюшена, между прочим. Это звучит неплохо. Но это не квикблейд. Это мы пока здесь оставим. В общем, да. Арбалет, безусловно, очень полезная вещь. Нужно пользоваться. Что творится? Вы только посмотрите на это. Так. Опасно. Может бить по 12 дамага. И вызывать утопляющий урон. Урон от воды. И у нее еще вот растрайк на 3D17. А что с виллпайвером? Да, в общем-то, неплохо все с виллпайвером. Нужно срочно что-то эволкать. Ты же хотел лучником поиграть. А все еще стабаешь. Понравилось? Так, стоп. Оно видит невидимое. Да, может видеть. Вызиная нимфа гребаная. Ты же хотел лучником играть. Но какой-то я арбалетом-то и стреляю время от времени. Временами о нем вспоминаю. Проблема в том, что лучником играть. И как бы прикольно, но... Но-но-но-но-но. У нее резистка электричества есть. Нет, с резистом у нее вообще проблема. Давайте лайтник родом в нее. Но сначала попробуем пушен хила. Просто для надежности. Я очень боюсь, что могу отъехать. Делаем шаг в сторону. Шаг в сторону. Так. Теперь. Ивоким лайтнинг род. Поехали. Блин. Не помогает. Че делать? Считаю, телепорт, наверное, нужно. Пьем еще один пушен хилл вундов. Пипец. Просто. Просто пипец эти нимфы. Что значит, когда тебя пробивают за пару ударов. Так. Где у нас тот выход ближайший? Понятно. В той стороне. Я, пожалуй, поверху пойду потихонечку. Переключусь на арбалет на всякий случай. Вот где она теперь, это чудо? Есть ли смысл с ним встречаться заново? Опа-опа-пам. Ха-ха. Циклопа застрелили просто. Дримшипов тоже. Я бы не отказался до портейшена где-нибудь. Полезный спел. Но, к сожалению, мы его пока не находили. Зачем ты с ней дерешься, находясь в воде? Гуччи, а ты видел варианты, где я там мог бы постоянно ступать из воды? И, ко всему прочему, тут постоянно то прилив, то отлив. И ты находишься сейчас на земле, то есть на песке. А спустя полу, там, хода, все, вода. Вот видишь как? Еле-еле жмусь по краям. Так, водяная нимфа где-то. Я тебе застрелить хочу вообще просто. Есть. Получилось. Из арбалета вообще на изи расстреливается. Вот. Нашли тактику против водяных нимф. Стрелять из арбалета. Недаром стрелка создавала. Атшел еще спрашивает, почему я не пользуюсь науками стрелка. Пользуюсь. Просто не всегда, когда надо. Что у нас здесь? У нас здесь какая-то лестница вверх. Пожалуй, отойдем. Видим еще одного циклопа. Как мы поняли, циклопов можно легко расстреливать. Поэтому готовим арбалет. И ищем, куда циклоп делся. А он просто куда-то ушел, зараза. Взял и ушел. Вот это что такое? Я не понимаю. Зачем он так поступает? И хорошо, что черепахи крепко спят. Так. А теперь мы можем уснуть и мы, да? Какие у нас шансы заснуть? Dream Dust. Если не могут, как бы, брать числом, типом. Да ну вас вообще, расстреляю, пожалуй. Вот и все. Dream Dust? Ничего не даст он никому. Не дам, говорит, Dreamer. Конечно. Так. Ну че. Второй уровень, конечно, поопаснее первого. Но вроде бы с арбалетом дела повеселее. Пошли. Правда, нужно пользоваться арбалетом немножко иначе. Не на этап его юзать. А есть возможность стрелять через F с точкой. Это нужно макрос записать. Давайте создадим макрос. Enter to addEditKey. MacroKey. F4, например. Redefine. Да, Redefine хочу. F точка. Ух, как все усложнили. Макросы. Макросы. Теперь F1. Redefine. ZA. У нас теперь два макроса есть. Один на то, чтобы кастануть себе Confusing Touch. А другой на то, чтобы выстрелить строго в точку. В какого-то ближайшего противника. Так, чтобы стрела или арбалетный болт в данном случае не улетел за пределы экрана куда-нибудь в глубокое синеморе. А при этом попал бы, если он, точнее говоря, не попазет, то остался бы строго на этой клетке. В общем, в этом суть стрельбы через точку. F это, по сути, ходки на Fire, на то, чтобы стрелять чем-то. Ну, в данном случае нашим арбалетом. А точка это возможность стрелять строго в данную клетку. Не через данную клетку и дальше, а строго в данную клетку. Вот. Теперь пробуем. Видите? Работает. Так, циклоп, циклопач. Ну, с циклопчем немножко по-другому разобрались. Ладно. Так уж и быть. Говорят, вообще сетки можно использовать за сприганным таким. Что если мы попробуем... Да, мы можем кинуть сеть. Офигеть. А мне казалось, почему-то их нельзя использовать, потому что, наверное, их автоматом не подбирало. Пошли эксплод. Давайте на третий уровень пойдем. Ну, я думаю, на третьем уровне можно будет остановиться. Кроули довольно приятные возможности настройки. Дживелины, правда, нельзя. Да, с дживелинами там вообще просто серая была строчка. Нельзя было ничего сделать. Так, я тап нажал. По дурости. Окей. Надо привыкать все-таки. Есть. Циклоп. Как бы его обойти? Там еще и дримшипы есть. У дримшипа вообще полная жесть. Понятно. Отступаем. Отступаем. Я, пожалуй, на другую лестницу схожу. Она тем более благо рядом находится. Опять мой велопавер оплавинили. Зараза, это опасно. Если они оплавинивают велопавер, это значит, что на меня может мезморайз подействовать. Сколько у меня сейчас велопавера? Один плюсик. Один всего лишь. Это с учетом того, что я ношу специальную робу с велопавером. Они уже там почти что до нуля довели фактически. И это очень опасно, потому что мезморайз действительно реально большая беда. Вот именно здесь в шоусах. Получается, вот такие комбы здесь. Одни мерфолки тебя мезморайзят, а другие, для того, чтобы этот мезморайз лучше работал, берут, и у тебя снижает велопавер. Так. Пойти ли вверх? О-о-о! Да, надо было пойти вверх. Фух, поднялись. Следующую лестницу мне, пожалуйста. Так, next. Уж эти водные элементали. Книжка, которую мы явно уже читали. Извиняюсь, что-то... Ну, дайте-ка сейчас хлебом. У тебя 79,5 по дебафам, говорит Шео. 0,5 не хватило. А здесь пишет где-нибудь численное значение? Я вот не вижу нигде численного значения. Да, вообще нигде не видно. Только плюсики велопавера. Может, я, конечно, что-то пропускаю, но вряд ли. Но очень вряд ли. Кстати, у нас один из плюсиков с кинжала идет. Потому что у него велопавер плюс, между прочим. Поэтому, когда мы стреляем из арбалета, надо не забывать, что у нас при этом снижается велопавер. То есть у нас, получается, робы и кинжал дополнительный велопавер дают. Это прекрасно, просто замечательно. Я уверен, с большим количеством левелов у нас велопавер еще поднимется. Ну, какой он молодец. Видите, отбросил нас сам подальше. Достаем ножичек и рейджим всех. Что мы здесь видим? Какую-то рапиру Венома, да? Да, рапиру Венома. Пошли эксплорать. Серьезно? Даже так? Давайте на эту лестницу тогда сходим. Вернемся на какую-нибудь предыдущую. И поехали. Упс, а вот и барбы. Все, как вы любите. С другой стороны у нас есть арбалетные болты. И мы можем класть эти болты прямиком на этих мантикор. Апортейшн! Да! Леса Беконинг, Токимис Данс, Алистерс Интоксикэйшн и Извизивилити! Отличный набор. Не сказал бы, что инвиз мне сейчас уж прям так нужен, но выучить никто не мешает. Апортейшн Тонтрансфлокэйшн, да? 13 процентов. Но в любом случае я апортейшн научу сразу же. Инвиз. Инвиз, наверное, тоже нужно на всякий случай выучить. Потому что хексы, я думаю, мы будем в ближайшее время подучивать. Что у нас еще остается? Ну, в общем-то, остальное так. Норм. Там у нас достаточно неплохой набор различных вспомогательных заклинаний, у которых единственное, чего не хватает, более прокачанных хексов. И немножечко, может быть, транслокэйшн для апортейшна. Но это все будет обязательно, когда мы закончим качать арбалеты и щиты. Как я уже говорил, арбалеты и щиты в первую очередь, все остальное потом. Так, что у нас тут? Больше мерфолков. Вы там собираетесь мне? Ага, понятно, циклопы еще к мерфолкам добавились. Надо как-то отступать потихонечку. С нимфой, как думаете, справимся? Оп, вода. Нет, таким образом мы не справимся. Давайте ее выманивать сюда. Зараза. Сколько у нее виллпавера? У нее всего три. То есть она, в принципе, должна использовать... Ну, она должна пробиваться этим. Тачим. Есть. Получилось. Фу. Все это легко вычисляется, говорит Шелла. Твой уровень умножается на прибавку за уровень. Усприганное это семь. Плюс сорок за каждый плюс. Каждый плюс в статистике равен сорока на всех вещах. Понятно. Роман спрашивает демастер, что это значит, как понимать этот вопрос. Не знаю, в общем, что ты имел в виду, но... Наверное, просто продолжу играть, лол. Так, стреляем в гарпио. Собираем болты. У нас что-нибудь тут еще осталось, интересно, на этом уровне. Вроде бы мы тут большую часть обследовали, потому что могли... Ну, да видите, даже начал уже из арбалета вплотную сражаться. Делать этого не нужно. Лучше переключаться на наш кинжал и использовать Confusion Touch. Чего неудобно с несколькими видами оружия, тем более, когда одно из них рейнджовое. Это то, что постоянно приходится переключаться. Так. Еще кандидаты. На то, чтобы с нами сражаться. A fauna is nearby. Окей. Уже его нету рядом. О, магазинчик. Отлично. Что за магазин? Магазин с различными сияющими робами и сияющим баклером. Баклер беру вообще просто не глядя. Потому что у нас есть обычный баклер, нулевой. И сияющий может быть, насколько я понимаю, как с брендом каким-нибудь. Так он может быть и с прибавкой в плюсах к блоку. Дальше. Пробуем его надеть. I feel protected. Плюс один баклер оф протекшн. Ну, не то чтобы это плохо. Протекшн на баклере дает, по-моему, армор класс прямо. Или я путаю. Или он также его использует. Да. То есть на оружие он должен давать армор, когда ты бьешь оружием. На баклере сейчас почитаю. It protects its wearer from harm. Plus free to armor class. Да. То есть он всегда дает плюс три к армору. Ну, я бы сказал, довольно годно. Вроде в описании недисфинцированного должно быть написано, есть бренд или нет, говорит Сервуд. Даже так. Ну, давай проверим. Читаю описание. О, первой рубашонке. Сеющий роба. Написано, что она максимально может быть замечательна на плюс два. А, брендед. Да. Да, написано брендед. Stage search prefixes. Иго брендед. А вот этот F. То же самое, да. То есть это брендовые рубашонки. А какую рубашонку я бы хотел вместо той, которая у меня есть? Наверное, правильный ответ. Никакую. У нас есть рубашонка на резист к магии, то есть на willpower. Есть на fire resist. Что там может быть такого прям крутого, я даже не скажу. На баклере всегда дает. Да, видимо всегда. Все верно, говорит. Роман просто для себя упрощенно называю. Голос узнаю. Круто. Стримеров по голосу узнаешь. Супер. Так, я, кстати, часто очень бывает, знаете, людей вот где-нибудь в интернете узнаю в первую очередь по аватарке, а не по ник-нейму. То есть, если, например, у человека аватарка меняется, для меня это уже другой человек сразу автоматом становится. Это, конечно же, не считая тех людей, к которым я привык, которых я достаточно хорошо знаю уже давно. Но, так или иначе, достаточно частые явления, когда где-нибудь на каком-нибудь форуме просто привыкаешь, что у людей вот такая определенная аватарка. А на ник-нейм особо даже внимания не обращаешь. Потом оказывается, что надо было и на ник-нейм тоже обращать внимание. Свои очень специфические голосы, говорит, сервут. Не то, чтобы я их много слышал, но ни разу не встречал. Ну, мне пару раз бывало говорили, что мой голос на кого-то там похож. Причем на разных, вроде бы, людей каждый раз. Но это, возможно, очень субъективно. То есть, кому-то кажется похожим, кому-то нет. И, тем более, сам я вот лично, наверное, людей, у которых был, я сказал, голос чем-то прям уж так похож, особо не слышал. Не припомню, по крайней мере, сейчас. Змейки, змейки. Да, нимфа. Прекрасно. Стреляем в нимфу. Нимфы, отстрелы, как вы видите, вообще очень легко убиваются. Но при этом, если их бить вручную, они то ли большие выжины имеют, то ли что. Ну, в общем, сложно с ними. Эй, ты куда? Да посмотрите, какая она быстрая. Просто что-то. Восприятие голоса в том числе зависит от слуха, говорит Тервот, а он у всех чуть ли не уникальный. Ну, да, есть что-то в этом. С другой стороны, я достаточно часто слышу свой голос со стороны, просто потому что я свои записи, стримы слушаю, смотрю, и как бы я представляю, как он со стороны звучит. Поэтому я могу его сравнивать с чем-то, что я тоже точно так же со стороны слышу. С другой стороны, вот еще одна сторона, да, как бы. Если иначе посмотреть, то ты действительно прав в том, что люди воспринимают, например, свой голос часто совсем не так, как его слышат окружающие. Это тоже достаточно важный фактор. Давайте сбросим лишний баклер, который нам теперь не нужен. Что еще мы можем выбросить? Что еще у нас лишнего появилось? На самом деле, я чего-то такого особого даже и не вижу. Может, что-то из пушнов? Может быть, и нет. Ну, теперь у нас два слота свободны. Окей, пойдем на следующий уровень. Между прочим, на четвертый. И перед тем, как туда идти, я думаю, сделаем перерыв до следующего стрима, потому что сейчас уже поздно, у меня полпервого ночи. Завтра работать. Пора заканчивать стрим. Спасибо вам, что смотрели. С вами были Dice Master и его маленький сприган-ниндзя, который врывается в подземелье, всех режет ножиком из-под тишка. Ну, а временами просто стреляет из арбалета. Когда как больше нравится. Ага, говорит, сербут. Первое прослушивание собственной записи под гитару повергло меня в шок. Совсем другое восприятие. Ну да, я помню как-то в детстве, когда был дома такой аудиомагнитофон с записью, мне было интересно действительно свой голос записывать. Я просто так игрался, записывал, слушал себя. Потом было действительно немножко удивительно, что голос звучит не так, как должно было. Просто потому что всего лишь какой-то аудиомагнитофон с достаточно простеньким микрофоном. Ну, а тема интересная. Однако на сегодня давайте закончим. Я благодарю вас всех, что были со мной это время. Не забывайте подписываться на канал на Твиче, на Годгейме или же на Ютубе. Ну, а я буду укладывать анонсы, как обычно, во Вконтакте, Твиттере и Дискорде. Все ссылки внизу в описании. На сегодня все. Все вам самого наилучшего. С вами был Dice Master. И до новых встреч. Пока.